Вооруженным разборкам уже давно не удивляются и в Днепре. Минувшей ночью там были ранены три человека, но ни один из них не написал заявление в полицию. Почему, пыталась выяснить Елена Миндалюк. Все произошло около часа ночи на проспекте Мира. По словам очевидцев, в супермаркету подъехали два автомобиля, из одной машины вышел мужчина и открыл огонь. Сотрудница круглосуточного ломбарда, говорит, слышала около шести выстрелов. Вообще тихо было, ну как просто видно кто-то разговаривал. Не повышенной становой, ничего. И тут резко еще, я думала, что старт или что-то такое. Ну вдруг такой, как имена, потому что я знаю, что это бывает. Травмат, я так понимаю, нарезина. Что это было? Очередные разборки или просто кому-то захотелось пострелять? Непонятно. У полиции уже стала традицией не сообщать никаких подробностей. Известно только, что пострадали трое. Якобы все ромы по национальности. Это мне на камеру рассказали врачи больницы, куда доставили пострадавших. У двоих только следы от резиновых пуль, а вот третьего госпитализировали. По словам медиков, он был изрядно пьян, журналистов к нему не пускают. Он категорически отказался общаться с кем бы то ни было. Как сообщили в полиции, стреляли из травматического оружия, пистолетов Лобера. Пострадавшие 50 заявлений в полицию отказали, стрелка не нашли. Материал зарегистрирован до журнала единого облика, индустриального отделения полиции. На данный час требует проверка. Этот случай в Днепре уже третий за последние несколько недель. 24 июля на просвете Гагарина две группы мужчин устроили разборки средь бела дня. Двое бойцов АТО убитые. Двух участников перестрелки задержали. Один сбежал в Израиль, якобы на лечение. Другой вышел из СИЗО, заплатив 128 тысяч гривен за лога. Мы пытались узнать в областной полиции, как идет расследование, но никаких комментариев за весь день так и не получили. Молчание по другому делу недавнему инциденту в новострое. 11 августа на пятом этаже дома нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями. Еще двое мужчин и женщина пострадали. Елена Мандалюк, Евгений Коднецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.